Всем привет! Вы на канале Элена Ходка. Если вы еще на меня не подписаны, подписывайтесь, потому что на этом канале будет много интересной и полезной информации. Сегодня я хотела поговорить о такой теме, как потливость ног, неприятный запах. Есть люди, которые страдают этим круглый год, можно так сказать. Поэтому, если вас тоже беспокоит эта тема, хотели бы узнать, как с этим бороться, оставайтесь со мной, я расскажу и поделюсь. Хочу начать с того, что если у вас сильно потеют ноги, нужно как можно быстрее выявить причину сильного потоотделения. Для чего? Для того, чтобы исключить серьезные заболевания. Ведь проще выявить и вылечить причину, нежели бороться с последствиями. Ну, начнем. Например, что можно использовать? Утром и вечером обмывать ноги можно соленой водой. Что для этого нужно? Одна чайная ложка соли растворяем в стакане горячей воды. Остужаем и этой водой мы моем ноги. Летом можно пробовать два раза в день перекладывать пальцы ног свежими березовыми листьями. Думаю, это такое доступное. Покупать не надо у кого, где растет береза рядышком. Пробуйте, делайте. Что, например, делаю я, что использую, использую. Мне, например, помогает дегтярное мыло жидкое. Два раза в день, утром и вечером, я просто мою ноги жидким дегтярным мылом. Еще такой есть вариант. Лавандовое масло. Просто эфирное лавандовое масло. На чистые ножки берете пару капелек и мажете стопы ног между пальчиками лавандовым маслом. Мало того, что вы будете пахнуть, но еще и будет такой помогающий эффект, который необходим. Но не забудьте потом надеть хлопковые носочки. Второй вариант. Кокосовое масло опять же используем. Да, много где оно применяется. Такое универсальное. Я вот люблю такие универсальные средства, которые можно использовать не в одном направлении. Что нужно? Взять кокосовое масло и опять эфирное масло. Только на этот раз уже чайное дерево. Пару капель чайного дерева добавляем в кокосовое масло. И опять же на чистые ножки, сухие, кокосовое масло с эфирным маслом чайного дерева, чтобы не заговориться. Втираем ножки. Что использую еще я? Вот такой кристалл. У меня уже была информация по поводу этих кристаллов. Это натуральный дезодорант, который используется для рук, для подвышек. Но что еще я делаю? Я взяла вот такой флакончик с поддухов. Налила водички. И вот такой кристалльчик у меня он закончился и остались уже осколочки. Он когда кончается, он уже такой маленький, им неудобно пользоваться. Я его не выкидываю. Я растворила вот в этой воде. И потом эту воду с этим кристаллом. Вот растворился он прекрасно. Опять же, на чистые, сухие ножки я просто брызгаю. Вот такой еще вариант. Но если у вас уж сильно потеют ноги, ну бывает, ноги страдают этим. Я вот в аптеке нашла такую пасту. Паста Теймурова. Пользуюсь я уже года два, наверное. Вот особенно летом. Как наступает лето, особенно она нужна. Мощная такая паста. Главное, на подделку не попасть. Потому что пару раз заказывала, попадалась подделка, но она не помогала. Опять же, на чистые, сухие ножки вы втираете эту пасту. Таким тонким слоем. Оно оставляет такой белый след, но эффект хороший. Эффект мне нравится. Это такое самое мощное средство. Ну и напоследок такая маленькая хитрость. Чтобы ваша обувь не издавала такой неприятный запах. Как с этим бороться? Я беру вот такой мешочек. Можете взять, например, носочек. Чистый. Можно и старенький, но без дырочек. И насыпать туда соды. Вот у меня здесь сода. И этот мешочек или носочек с содой вы просто ложите в обувь. Можете сделать таких два. Потому что обувь у нас все-таки две ноги. Вот. Вы знаете, помогает. Неплохой такой вариант. Сода она впитывает неприятные запахи. И обувь потом не так уже, можно сказать, воняет. Так что вот такие вот средства я использую, я пользуюсь, практикую на себе. Хотела еще сказать за этот кристалл. Кто не смотрел, у меня есть видео за этот кристалл. Там более подробная информация, где его еще можно применять, как им пользоваться. Я под этим видео в описании скину ссылочку на вот этот кристалл. Будет интересно, смотрите. Ну и опять же, всем всего хорошего. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Ставьте лайки. Всем очень рада. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok